Всем привет! Сегодня кормят двадцатку мастер-шеф прошлого сезона. Новый сезон будет нас кормить. Сегодня едем на съемки. Если честно, очень тяжело туда возвращаться, заходить в тот павильон. Но есть такое понятие, как забрать себя. Вот у меня такое есть. Я в Москву ездил, там где учился, походил два года назад. Надо еще в Уфу поехать. И вот у меня такое есть понятие, как забрать себя. Это место, куда тебя тянет. Там, где ты жил раньше. Потом в село от меня тянуло очень сильно. Я поехал, снимали мою правду. Походил там, где я жил, там где все. Я как будто забрал себя оттуда. Это очень интересно. Поэтому, если вас куда-то тянет, то надо ехать и забирать себя, чтобы не тянуло. Вот Вита Ладинкова. Да, вот Савелья Ат. Савелья Ат, ну и именно. Встретились с Витой. Слушай, а на ютубе тебе же знают, как Савелья Ат, или Самвел, или как. Я же рекламирую твой канал сразу, моментально. Да. Сколько должен. А из Дульчевита. У меня дела все хорошо. Видишь, приехала на съемки. Сегодня встретим всех наших... Двадцатка. Да, ребят. Ну, не всех, конечно. Не будет, наверное, сестричек. Не будет. Важного счастливого не будет. Ангелина не будет. А, не будет Ангелина. И не будет тетя Таня. Ну да. Вот. Так что безумно рада встрече. О, я всегда радуюсь, когда наших встречают. А это Славик. А это Славик. Который нас терпит. Все наши замашки, все наши траканы. Вообще, это невозможно. Это невозможно. У меня с утра тоже такие глаза. Обрат, да? Я тоже. Я сегодня пришла утром. Говорю, ребята, можно рубрику, говорю, не готовить. Что-то кондитерку, а какую-то там... Как проверить? Нам я в Касперину, одеяло, подушечку. Экспертом побыть. Потому что такая пополам. Говорю, откройте. А, говорит, а какого времени нанести? Я говорю, откройте мне веки. Говорю, знаешь, как веки. Откройте мне веки. Поднимите веки. Так, Славик, что делать? Что? Где наш стиль? Где рубашка? Где наше все? Ребят, а где гримерусь? Дегримерусь, а потом сомневаюсь. Точно? А рубашка какая моя? Вот это? А не мапотенней? Потемнее? Потемней, да. Давай потемней. У тебя вчера был какой-то... О, давай вот это туда. Все. Видишь, у тебя кусился нос, зараза, надо замазать его. И у меня бритвы с собой не мах. Ой, что-то в рот попало. Наверное, лак. Я еще не успел. Есть тут какой-то воск или что-то? Воск? Вот. Там, да. Все. Замазываемые морщины глубокие. Жаль. Уже поздно, да. Давай тебя побачить, Для. Не надо. Ты сейчас не замужем уже? Без парня, да? Уже нет. Ты замужем не была? Без парня просто, да? Угу. Ну, ты, конечно, толстая. Глянь, какие руки люди добрые. Надо худеть, я говорю, а нам, наверное, не слухая. Я, наверное, килограмм 45 не больше, да? Да нет, думаю, уже 50 есть. А рост? Метр семьдесят четыре. Нет, надо похудеть. Невнозначно. До тридцати. Вот Анна Мажник. Привет. Это участница наша тоже мастер-шеф. Она работает сейчас на СТБ. Она вся в рациях тут. Ой, извини. Хочу сказать. Извини, тут рация. Скажи, доброе утро. Доброе утро. Это все мы шлифы послушаем? Да. Так что Анна работает теперь на все будет смачно, да? Доброе. А, на все будет доброе. Да. Кулина, поваром, да, главным? Фуд-продюсер. Фуд-продюсер. Да. Так что, молодец, Анна. Как ты надевала вообще? Обязательно. Волосы отросли. Да. Жизнь меняется, течет ручье. У меня есть видео, где вы с Таней танцевали. Такое прикольное. Понимаешь, когда Таня на стол залезла, хотят? Слушай, это сможешь мне сбросить? У меня нам нужно на компьютере, который не включается. Я попробую его разокосам. Пожалуйста. Я хочу вот, как ты, Таня, делать видео. Какая она была, знаешь, жизнерадостная. Ой, да. Так что, все хорошо? Спасибо тебе. Тест. Я же грим. Ничего страшного, губы закрепил. А что вот это значит, интересно? Как у нее рука там появилась из того места? В смысле, она же на пилоне. А вот рука вот эта, что за рука? А, ну это какая-то чужая рука, я не знаю. Это там кто-то щебет, наверное. Рука из жопы, да? В прямом смысле, да? В смысле. У меня все начали любить, понимаете? Вы не любите, становитесь красиво. Зрителям канала Самвела Адамёна, желаю всего хорошего. Он специалист, он очень классный актер. Всем привет, это Оля Сумская, народная артистка Украины. Я безумно волнуюсь, сегодня первый раз с ней снимаюсь. Не бреши, мы уже рады не снимать. Аня, снимались, да? Ну, конечно, это ты просто забыл. Как ты что забыл, когда мы с тобой деколька разів снимали? Не слушай. Я помню, показывали программу, я помню, показывали программу, какие люди в сексе. Когда они смеются. Помнишь, когда они смеются, смех обсуждали. Там мы смех показали. А ну посмешно. Нет, я сейчас не смею, Оля. Ты специалистка, ты сразу все узнаешь. Я даю всем приветствия, чтобы вы были здоровыми, напихнением, закохлением, для вас все цели. Спасибо большое. Можно послать? Ты муж не ревнивый? Нет, нормально. Нормально? Понятно. Мы с этой водительковой едем. С одной съемки на другую, да? С одной съемки на другую едем. А это водитель Серега. Это же брат твой, да, родной? Нет, ты не Серега, ты Олег, да? Нет, я Серега. Сережа, Сережа. Ты что? А, ты Сережа, а то дядь Валера. Это же его, помнишь, какой-то водитель сказал, чтоб умер, мне представляешься, ехал с водителем, он говорит, умер вот этот, говорит, такой с животиком дядь Валера. Ты же знаешь это, да, что его слух пустили, что похоронили? Да, да. Да, мы идем с Оксаной Мансирой, Оксана говорит, дядь Валера, это что ты мельишь? Он умер, говорю, еще месяца. А дядь Валера стоите, я как выхожу, дядь Валера стоите, боже мой. Дядь Валера, вы как? Вы как себя чувствуете? У меня вот такие глаза, говорит, дядь Валера, он говорит, там мне уже, говорит, много подходили, говорит, кто-то слух пустил, он мне сам сказал, брат тут родной дядь Валеры. Я говорю, я так рад, что, так рад, говорю, что живу, я говорю, дядь Валера, ну а что, знаешь, когда знаешь человека, вот такого. Да. Так что, едем на Мастер-Шеф. Сняли свои рубрики, ничего, подождут, без нас вроде бы не начнут. А там, говорят, не началось еще ничего. Да, белый, накрасленный, например, а он уже с тобой в гриме все. Нам только что переодеться. Лапти. Звезды засрать. Лапти. Звезды засрать. Голодный, холодный. Мне хоть Машник банан далось, серьезно. Хочешь банан? Хочешь? Я надеюсь. Надеюсь. Не, не, я хочу похудеть. Потом можно съесть, Света. Потом можно съесть. Всерва использовать по назначению, потом съесть. На безрыбье и банан-рыба. Это кофе. Ребята, это кофе, это все нормально. Подъезжаем уже к съемочному павильону. Сейчас заедем на территорию. Вот эта вот дорога, по которой мы ездили. Серега, а как это место называется вообще? Завод какой-то или? Нет, без понятия. А адрес какой-то есть? Железнодорожная 12. Железнодорожная 12. Вот кому интересно, да. Там зона, видишь, здесь завода, здесь завод стрела, здесь, короче, какой-то бетон. Здесь, я не знаю, там какой-то там. А, заводы одни, да? Да, у нас какая-то там. Ничего не поменялось. Тут мастер-шеф съемки. Это же, а кость выгнали, иди, а пешок? До дома. До дома, без черного фартуха, прям с конкурса. Не дождалась. Вот ворота, и тут адрес, да? Вот, железнодорожная 12. И тут павильон с эмблемой мастер-шеф. Да, какой-то уже знак на павильончик, да. Вот он. Со двора нас завозят, с другой стороны, чтобы не видели участники. Глянь, как четко сделано. Так, ну, посидеть, посидеть. Бачите, шифрует постоянно. Кто спрашивал, что там обманы, там, никогда не было. Никогда нам не... Мы только знали конкурс, когда родственники. Вот это мы уже там проболтались. Это тоже держалось в строжайшей тайне. И даже родителям всем говорили, что будет штраф большой, ни в коем случае не говорите. И они боялись. Ну, мама мне не сказала. Ну, и мы не... Говорю, мама, тебе, наверное, говорили, но я должен знать. Ну, и мы не... А знаете, почему узнала? Потому что похолодало немножко. Мама, тебе кофточку привезти? Я думаю, мама, ну, каких делов ты мне будешь везти кофточку? Ну, знаешь, это... Виточка, ну, это... А может, что-то еще там привезти? Я думаю, да что нам спрашивают? Ты догадалась. А потом, мама, а ну, давай, признавайся. А мама уже знаю, знаешь. А у нас еще там был конкурс, что кто-то должен вылететь. И говорят, кому-то родителям не сказали. Уже знали, кто уйдет. И поэтому я звонил и говорю, мама, мне надо знать, чем вылетаю я, чем нет. То есть скажи, если ты приезжаешь, то значит я остаюсь. Такое. Сейчас там мальчик мути будет. Фу, меня сейчас дух захватывает. А тут мы вот стояли перед суперфиналом. Мы тут зашли. Павильон. Это двор. Это вот туда, когда выгоняют, кого-то выгоняют. Вот человек выходит через вот эти двери. Вот двери. Вот эти дверки. Это куда входят команды. И тут у него берут интервью. Вот тут мы сколько ругались. А тут сидела Таня, курила вечно под вот этим вот пеньком. Фу, господи. Паси, сохрани. Вика, сколько тут было, Витя, всего, да? Мастер-шиф. Да. Вот тут мы стояли. Слезы, сопли. Турой. Вот тут разборки были. Показывали кидмофей. Вот тут мы... У меня тут чембер был. У меня тут врачи держали. Я матюкал всех подряд. Вот тут когда-то было буква М. Травка. Быстрее к нам. Как ты? Нормально. Самвел, слушай, когда мне дедуле пришел, дедушка на работу... Сдюхая, как красиво. Привет. Слушай, Самвел, здоров. Дедушка у тебя тоже Самвел. Он недавно зарплату первую. Первую пенсию недавно получил. Дедушка Самвел? Да. О, вот дядя Валера, как я рассказывал, что я похоронил его. Дядя Валера, и он живет. Привет, дядя Валера, дорогой. Привет, Валера. Дедушка Самвел. Дедушка Самвел, победительница третьего сезона. Самвел, я хочу сударю. Все, 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 не беймена. Можно по песням бегать? Быстро, по песням, и переодеваемся. Моя ты сонечка. Это... Божечка, это Вика Козик. Далка, что ты тогда так... Сама себя, да. Ты такой был, да? Я поправил, это я сейчас худею. Мне кажется, я раньше был... Это через чур был в интернете, я бачила. Да, но это я сейчас стал худеть. Я потом опять поправился сильно. Мне разнесло 80... Ну, сейчас 76. Это я только начал. Курсируешь... Ну, туда-сюда, да. Такая гранная платьичка у тебя тоже. Я же не файний, чи что? Як тебе дела, Вика? А как дома с мужем? Нормально все? Да. А, а что это так стало? Горем бабулам пустим сюда. Горем бабулам? Я ланчу, сомнену, не там. Вести курсы по макияжу. Я просто, конечно... Это она себя надо... Она поверила в то, что... Значит, люди, вона, значит... Что вдохновило ее на этот макияж? А ты п***ь улазишь, отойди. Ты вырезать в этом... Значит, что ее вдохновило? Она посмотрела похороны Брежнева, побачила ци божественные брови и решила сделать себе сегодня вот на выпуск. Я считаю, что ты спалишь. У меня все нормально, меня лучше везут такие. Как у тебя дела, Дима? Ты сейчас говоришь, Украина, да, часто тебе показывают? И не только. Ну, сколько там, да? А где? А по ночам где? Так, Санальчик, надо покушать, то есть, у меня надо покушать. Давай, давай. Это ты готовила? Бог, знак чим. Ты готовила? Так, ну, что? Я как-то не готовила. А что, там дают, да? Да, иди покушай, иди покушай. Да нет, я что-то надею. Да, а ты курить можно? Да, это у меня внучка, ничего страшного. Боже, дайте я шнурки завяжу. Ярик, мы сегодня должны танцевать с тобой. На работе сегодня? Ты у вас сколько дома едешь? Ну, я здесь и завтра еще здесь. Мы сегодня в ночь, завтра в день, завтра в ночь, и послезавтра опять в день. Ты скучал за мной? Дуже, сам Вилушка. А, как танцевал. Я не слышу ничего. Да, потому что транзит. О, теперь слышу, да. Да, слышу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Даже я... Хорошо слышу, да. Я слад брала. Где Мила? Ты видел, он сейчас замальвинил, а я тебе говорю, по торсу. Смотрите, какой мужчина высокий, Леша. Медя, что вы можете сказать по этому поводу? По какому? Как с тобой в сарико танцевал? Мы тогда выпили в Сипа 05 пива. Если честно. Не, коньяка вот так. Вот так, конечно. А ты тоже тогда была. Я с тобой танцевал, только там вырезано. Кстати, Диана Бабушина много зрителей тебя любят. Ты что-нибудь смотрит. Диана на самом деле хорошая девочка. Она и есть хорошая. Просто она не обычная, но на самом деле она классная, настоящая. А я видео снимаю. Зрители часто спрашивают, кто переводит Эктора. Кто является голосом Эктора на Мастер-Шефе? Вот этот парень является голосом Эктора. Здравствуйте. Да, как зовут, только скажи. Меня зовут Егор или Жора, или Гоша, или Юра, или Георгий. Я ваш второй Эктор. Смиренный и покорный. Да. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Дела у меня нормально. Ну, вообще, бывало и лучше. Мастер-Шеф – это такое большое шоу. Ширк на дроте, правильно? Правильно. Правильно. Вот, ты так думаешь? Это замечательно. Ну, хорошо, что тут гримируют на халяву хотя бы. Что у тебя случилось со спиной? Я знаю, что у тебя, что тебе сказали, не перелом. Так я себе растращила три позолка. А где ты была? Сказали на стройке. А что Диана делала на стройке? На стройке я была. Я в парке была, с дерева упала. Ты поделись? Ну, вот это канатные дороги на дереве, знаешь, в парке. Вот, и я упала с такой херни и сломалась от три позолка. Ну, то есть, их уровень стал меньше. У меня спине сейчас титановая пустила. Серьезно? Да, у меня три айфона в спине. Ого. Ничего себе. Слушай, где ты живешь? У тебя нормально все, сработает. Ты работаешь? Ты мой личный? Не, ну, честно говори. Вот Оксана работает сейчас официантом. Она просто больше зарабатывает. Спрашивают, почему не повар? Ну, все равно тоже официантом работает. Ну, она делает десерты, ну, раз там в три дня. Ведь я наготавливаю наперед. И все. Остальное, она говорит, я зарабатываю больше, чем... Ну, понятно, делаю. Официант зарабатывает косарь в смену, повар зарабатывает 300. 300, да. Я тоже работаю официантом, я такой чмол. И ничего тут такого стыдного... А что, чмол? Ничего такого стыдного это мнима. И я проработал бы, если бы я приехал в Киеве. Я представляю тебя официантом. Что вы доказали? Я боюсь. Я хочу вообще уволиться, выйти замуж по расчету. Так что, уважаемые политики, если есть хорошая кандидатура, то я только за вас не бей меня по спине. Ты верная, Диана? Я в отношениях. Я в отношениях очень верная. Я люблю верных людей. Я не люблю п***, которые... Я не люблю п***, которые... Я не люблю п***, которые... Я не люблю п***, которые сначала говорят, потом делают, не думают, что говорят, не думают, что делают. Нет, это ответственные люди. Ты молодец. У тебя есть настоящая кандидата, это очень ценно. Ты в расчете. Вот, грубо говоря. Половину придется вырезать, Диана просто сильно откровенная. А что, у тебя макики нельзя на сайте? Нельзя. Нет, ну это ж канал, знаешь, люди смотрят, дети смотрят. Макики нельзя. Ну, ребят, подписчики, простите за то, что Самвел половину повырезает. Самвел повырезает так, как ему надо, потому что Самвел такая же говнючка, как и все остальные. Я потом посмотрю это видео и напишу пару комментариев. О, Марширова, сними, вон, и что. Сюхай, да? Сюхай красиво, снижай, да, как платье. А вы сейчас нормально общаетесь же? Сюхай? Не, не особо. Не особо? Чуть не, она меня подстригла. Подстригла? А вот расскажите, скажите, так, скажи честно, кто побывал в машину, Динке? Я не знаю, по-другому. Молодец, не признавайся на камеру. Марширова, давай поговорим, что ты можешь сказать по этому поводу? Что ты подстригла Диану побольше. Там так, что она жалко, но ты прифигни, налить. Челки в макушку, я представляла, как налью ей суперклея в голову, так все будет хорошо. А потом, представляла, ну прикинь, вот эти конкурсы, и прикинь, она сейчас была не с этой прической, а примерно, наверное, ну, с вот такой вот. А потом, я помню, что Оксана сказала, что ты такая уже чуть-чуть отросла, и ты говоришь, Оксана, спасибо, что ты подстригла, типа мне понравилось. Мне нравилась моя челка, мне нравилась моя челка. А я думала, ей налить тупо клея в голову. Ну, прикинь, как это было. Нет, это годка тоже, да? Это было бы все. Ну, между прочим, Оксана сказала, что она, ну, меньше даже, ну, подстригла, чем собирались они. Что она, наоборот, говорила, не надо, не надо. Ну, не знаю, может, брешили. Да, я видела видео, там никто брешит, просто всралися все. Оксана, найди до нас. Мансырная, иди сюда. Мансырник мой. Все просто всралися, сошелы сделали, потом всралися. А Диана сделала и не всралась. Ну, хулик was. Я против тебя ни разу не голосовал. Я против тебя голосовала. Ну, мне была, отвечай, вот я против тебя голосовала, но мне было так стыдно, что я против тебя голосовала. А чего ты голосовала? А вот там выбор был, по-моему, плохой. Кто там был? Я не был.